Витебская область 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 Это не говорили, потому что вы боялись брата, да? Нет, почему? Короче, там мне задавали эти самые вопросы, да. Боялись вы брата, вот. Это же Спартакова. Спартакова, да. И вы говорили, да, ты брата боишься, поэтому ты там... Я говорил вам, что вы брата боишься. Ну, не вы, может, кто другой, но я помню это хорошо, конечно. Так вы все-таки ответите на вопрос, боялись вы брата или не боялись? Я говорю, какая вам разница? Ну, как, это важно для меня. Ну, важно, и у вас важно для меня. Пожалуйста, вопрос я снимаю, естественно. Добутое Пичуговым показания Василия против брата, стоили Владимиру смертного приговора. Утверждаете ли вы сегодня, что вам в процессе суда применялось насилие кем? Утверждаю. А? Утверждаете? Ну, конечно. Кем? А что вы тут находитесь? Если вы утверждаете о том, что я действительно присутствую на допросе, тогда постарайтесь вспомнить, кто, кроме названных вами Хвощинско-Буховича, меня присутствует еще на нем. Знаете что? Отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Я вам хочу ответить. Так. Отвечайте. Ну, я короче скажу, я не помню. Так, не помните. Пожалуйста, следующий вопрос. Потому как я... Вы уже прочитали вот эти все буквари, вот, и очень хорошо подготовились, а я без буквари сюда пришел. И вы знаете, на каком листье, где что записано. Вот. И будете меня теперь ловить. Так, пожалуйста, почему следует... Если вы, вы говорите, вот вы запомнили меня. Так я вас хорошо помню. Хорошо помню. Очень даже. Вы мне запомнили. А других, говорите, на тот период не помните? Как же вы могли запомнить меня? Мы с вами нигде не встречались. Это очень хорошее, знаете, запоминающее. Тогда скажите мне, почему вы вот именно запомнили меня, если мы с вами не встречались. Ну, знаете, если мы с вами где-нибудь в другом месте вспомнили, встретились, то вы меня тоже запомнили. На всякий случай. Вы мне не угрожаете, пожалуйста. Да я не угрожаю, понимаете? Я отвечаю вам вопрос. Потому что я с вами по делу проходил. По какому по делу? Как этому? Мы до этого дела дойдем. Скажите, пожалуйста, запомнили, говорите меня. Я вас до этого нигде не видел. Я вам уже сказал все. Так что вы по контрактам не ответите на вопрос? Я вам сказал уже. Как же вы запомнили меня, если я с вами нигде не встречался? Так, Пинчугов, на этот вопрос он ответил. Пожалуйста, следующий вопрос. Почему он ответил? Он мне не ответил на этот вопрос? Я сказал. Так, пожалуйста, следующий вопрос. Мы не будем здесь добираться друг другу. Вы говорите на следствии, при допросе вас к бранщик Ивану Ивановичу. Дальше, при допросе к Григорьеву, что я каждому допросу вас лично готовил. Скажите, пожалуйста, было это? Нет. Нет. Спасибо. Пожалуйста. По закону человека можно назвать преступником только после приговора суда. Следователь Пинчугов на первом же допросе заявил матери Владимира Тоясева, что ее старший сын убийца, а младший Василий и она сама обвиняются в сокрытии следов этого преступления. Вася, покорми кролика и собаку, нас подозревают в убийстве, но это неправда. Я прощаюсь жизнь. Все мое имущество отдайте племяннику. Прощайте, все добрые люди. Простите, все добрые люди. Прощайте. 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 Сыновей на похороны матери не отпустили, оба сидели в КПЗ. Следователь объяснил Владимиру, мать повесилась, чтобы уйти от ответственности. Следом за братом от Володи отказался отец, поверивший Пичугову, что невестку убил сын. И Владимир Тоесев, преданный самыми близкими, сдался на милость чужим. Да, это я убил. Его судили в Черикове, в клубе, при огромном стечении народа. Многим, видать, захотелось взглянуть на гордолака, зарезавшего собственную жену на седьмом месяце беременности. На суде Владимир вдруг опомнился и заявил, я не убивал. Но суд поверил не ему, а следователю. Когда судья объявил расстрел, зрители долго аплодировали, как во время концерта на бис. А через два месяца в соседнем райцентре задержали мелкого жулика Сашу Спасова. Как выяснилось позже, он был шизофреником. Спасов рассказал, как однажды подхватил дурную болезнь и с тех пор возненавидел женщин. Резал, насиловал, грабил, а одну даже убил, в Черикове. Его вывезли на место преступления. И Спасов объяснил подробности, как все происходило. Поздно вечером заметил девушку, и у меня появилось желание на половое сношение. Силой положил ее на землю, но половой акт не смог довести до конца. Я взял из ее кармана раскладной ножи три рубля. Она стала говорить, что придут люди и меня убьют. У меня снова появилось желание, но она стала вырываться и кричать, поэтому я ударил ее ножом. Она попросила отвезти ее в больницу. Я побежал за санками, но в каком-то дворе через освещенное окно заметил женщину в лавках и бюстгалтере и стал за ней наблюдать, пока не погасили в доме свет. Когда вернулся с санками, девушка была уже мертвая. При обыске в доме Спасова нашли женские часы, принадлежавшие, как выяснилось, убитой Лене Тойсевой. А вскоре и санки отыскались со следами крови. В прокуратуре Могилевской области запахло скандалом. Стали звонить в Минск, расстрелян ли Тойсев. Вздохнули с облегчением, когда узнали. Расстрел заменен 15 годами тюрьмы. Могилев срочно прибыл в Жавнирович. Во время следствия Спасов написал жалобу в ЦК КПСС. Жавнирович угрожает, запугивает, что расстреляют. Я понял, что не такие же преступники, как и я, с той разницей, что я сразу сознался. А они продолжают совершать преступления. Жалобу Спасова на Жавнировича прокурор Республики направил самому Жавнировичу. О том, что нашелся истинный убийца, узнал отец Владимира Тойсева. Написал в колонию. «Радуйся, сынок, скоро вернешься домой». Старик не знал, что людьми, которые засадили сына в тюрьму, теперь управлял страх. И для них часть мундира была важнее человеческой жизни. Из колонии Володя отвечал отцу. «Отвезли меня в Минск и стали угрожать. Не признаешь себя виновным? Будем снова просить президиум, чтоб дали вышку». Шавнирович дело закрыл. Он добился от Спасова ложных показаний, что убийство совершил Владимир Тойсев, а он, Спасов, якобы помогал только прятать труп, за что и получил в подарок часы убитой. Спасова отправили в психбольницу, а Тойсева обратно в колонию, отматывать свой 15-летний срок. Отец Володя писал жалобы в самую высшую инстанцию страны. «Мне 65 лет, инвалид войны, остался оклеветанный. Весь семьи один, в опустевшем доме. И хотел бы я дожить конец жизни со своим сыном и родной коммунистической партией, из которой я так незаслуженно был исключен. Поэтому, дорогой Леонид Ильич, очень прошу моей просьбе не отказать». Отец ждал от дорогого Леонида Ильича помощи 13 лет. Не дождался. Он скончался весной, а летом, после того, как взорвалось сначала Мозерское дело, а затем Витебское и самого Жавнировича призвали к ответу, разобрались наконец-то и в истории Тойсева. Владимир не досидел до конца 15-летнего срока всего несколько месяцев. По возвращении ему выплатили компенсацию «Одну тысячу, 118 рублей и 17 копеек». «Когда ты, Жавнирович, сказал, то есть его на допросе. Когда ты выйдешь из тюрьмы, я к тому времени уже помру. Вспоминая об этом, Володя шутит. Слово свое Михаил Кузьмич не сдержал». В ночь на 9 июля 81-го года на озере Большое Осовище в Гомельской области были убиты инспектор рыбнодзора Семен Кузьменко и следователь Мозерской прокуратуры Владимир Кузьменков. Эксперты установили, после жестокого избиения обоих, еще живыми, утопили в воде. Подозрение пало на шестерых местных жителей Зборовского, Харсека, Зухту, Володковича, Галая, Денисова. Их арестовали, и обвиняемые друг за другом стали сознаваться в убийстве. В расследовании участвовали первый заместитель прокурора республики, два следователя по особо важным делам прокуратуры Гомельской области, три следователя по особо важным делам республиканской прокуратуры. Несмотря на обилие сыщиков, следствие с каждым днем все больше заходило в тупик. Арестованные то признавали свою вину, то отрицали свое участие в убийстве. Вывезенные по одиночке на озеро обвиняемые указывали в совершенно разные места преступления. Выяснилось, что некоторые из задержанных до ареста даже не были знакомы между собой. А подозреваемый, проходящий по делу как организатор, на момент убийства проживал в другом городе и имел стопроцентное алиби. Скажи, где пистолет? Ну я не знаю, кто кидал его в воду, но в районе в том кидали, что... Назови, кто должен был этот пистолет взять? Как ты считаешь, кто должен взять этот пистолет? Ну, Болоткович, по идее, должен взять. Болоткович взять, и кто еще? Для Лисборовских. Из двух. А когда, в какую воду бросали? Там, где вы показывали? Ну, там, где показывали. Ну, там, в том районе, в том месте. Ну, вы видели в руках кого-нибудь пистолет? Я пистолет не видел, я только видел, что в воду что-то упало. А как было? Потому что оно полетело. Ну, прием, а это Семенов, Семенов тут вот упал, вот тут вот как, вот упал где-то. А тут сзади на Семенове плечи. Ну, хорошо. А Кузьменков где был? Кузьменков был в этом районе. Ряд, рядом. Кузьменков был в этом районе. Как же было дело, по вашему мнению? Значит, вопрос в протокол. Слышали ли вы показания сутки? Понятно ли, они вам подтверждают ли вы это показания? Нет, я не подтверждаю. Это как же было, по вашему мнению? Ну, по-моему, я не знаю, я вообще-то не буду. Я не знаю, что кого-то он убил. Мы не были? Нет. В Балке не участвовали? Не участвовали, ничего. Я не знаю. Кузьменков и Кузьменков, кто-то еще не видели? Ну, понятно. Ничего, а в дальнейшем тоже не видели? Ничего нет. Начал вопрос. Вы слышали показания сутки Николая Павловича? Они вам понятны? Он подтверждает эти показания? Да. Ваш ответ. Показания сутки Николая Павловича я слышал. Они мне понятны. Показания сутки я не подтверждаю. Почему концы не сходились с концами, выяснилось только через два года. Арестованных в милиции били. И били жестоко. При этом предупреждали. Если будешь жаловаться следователем, будем бить еще больше. Сохранилась видеозапись двух допросов обвиняемого Володковича. На первом он говорит, не был, не участвовал. А на втором уже в подробностях рассказывает, как было дело. Сюрин, а тут же крутой в берег, по городу, в склон. А говидать поскользуйся и... А гитарею на другую схватить? А говидать поскользуйся и подыкнулся. Павел первый такой. Ну, я хотел кратчика поднять. Такая раз, он только били по пистолету, и по руке попал, ну, пах, что-то где-то туда керал дарит. Или по пистолету, а мой, ну, раз тут говидать, что-то требует. И он упал, этот пистолет убил. Ну, с ним и обобьешься руками, об землю. Ну, ты его, ну, да, ты его взлот, как тяга, значит, поднять-то сюды. Я слышал, что сборол, сколько они, голоса. Обвиняемого Харсека избивали так, что он падал на пол и терял сознание. Другой, вышедший тоже с ним с лодки, стал защищаться за него. Зух-то, потому что тоже высокий, голос грубый, подбежал и ударил его в лицо. Тот упал. И все пятеро докончили их. Я все время наблюдал. Как они их заканчивали? Да. Как они их заканчивали? Как? Ну, ударили, короче, убили, отвезли на озеро. Кто в лодку грузил? Или кто в кем, какой лодку? Лодку грузили в лодку инспекторов, как я потом украл. Кроме признания арестованных, других доказательств преступлений не было. И первоначальная версия милиции затрещала по всем швам. По закону арестованных надо было отпускать на свободу. В страхе перед скандалом прокуратура республики бросилась во спасение чести Мозырской милиции. Следователя Игнатовича, который засомневался в виновности пятерих арестованных, отстранили от следствия. И на его место был прислан Жавнирович. Михал Кузьмич и на сей раз оправдал высокое доверие высокого начальства. У Жавнировича был свой коронный номер, чтобы сдвинуть с мертвой точки любое уголовное дело. Он выискивал среди подозреваемых самого слабохарактерного и обещал тому снизить срок. Ну, год, ну, от силы два. Не за спасибо, конечно. Это была плата за признательные показания против остальных. Михал Кузьмич был великий мастер сталкивать обвиняемых лбами. Ты знаешь, что вас будет привлекать к ответственности? Чувствуешь это? Конечно. Ну, нам хотелось роли распределить, понимаешь? Мы не были там. И нам без вас очень трудно. Надо сказать, признаю, откровенно. Только нужно сейчас правильно. Как, кто, и каждый за свои вещи будет отвечать. Да, конечно. Ну, ты правильно рассказал? Все правильно. Замечаний никак и нет. Но придется, но сейчас там хотели обойти. Придется, а что же? Ну, что? Да. Надо. Что было так, то иное было, я рассказал. Ну, хорошо. Но в это время Володкович, сбоку стоящий, обхватывает своими руками тело Кузьменка и не дает ему выстрелить. Тоже хотел, может, разборонить их. В это время Галая выхватывает весло, весло в Киеводковичу, и вдаляет часть руки. Как там сбоку ударили руки, стрясел сбоку, напротив стоящих. Зух-то, да, Зух-то в это время тоже там боевые с ним есть. Что там делал, короче, шум, ну, движение будет тоже. Короче, принимал активное участие в этом зух-то в поле тоже. Так как я его раньше защищал, а я теперь его не защищаю. Но правда было, некуда скрываться. Вот. А меня вы Галай. И... Как на меня? И Харшека. Между вами сегодня, 17 ноября 1981 года, Мнолю, Сверхпрокуратуре Белорусской ЦСР, Люни Ройчу, конечно, вы меня знаете, но она приходилась с вами в этой работе, будет произведена почтная ставка с записью на видео на Миноконное время. Вам понятно? Галая били по голове книгой Уголовный кодекс БССР. Рукоятки пистолета по голове головой Абсеев вставляли в рот пистолет. Галая били по вопросу. Вы слышали ответ? Я слышал. Харшек, да. Поняли его? Можно. Он правильно говорит? Нет, неправильно. А в чем мы это не можем? А, я не сказал, что пистолет пододелся. А, ну как, ну пожалуйста. Как пистолет? Да, в это время, когда вот это, Зухтан лошадил кузьминка, пистолет я не заметил, как он его вытянет. Но кузяк мог только, на этот самый. Зухтан больше никто. Ну, для нас очень важно, имеет значение для вас тоже, как обвиняю, распределить правильно роли. После освобождения Галай рассказывал, когда Жевнерович сказал, что распределил роли, я улыбнулся и сказал, что он за режиссера здесь. Жевнерович сказал, если я буду улыбаться, то он отправит меня в психбольницу, и там меня сделают инвалидом. Скорее Припять потечет в обратную сторону, чем ты, Галай, докажешь свою невиновность. Был бы человек. А статью мы найдем. Ну, знаешь, что, отречать и все равно придется, и все равно. Представляете? Да. Представляете? Да, представляете. Вы что, вы? Ты согласен? Отречать? Да. И за что? Только за убийство. Значит, ты за убийство, отвечать не согласен, а за что ты согласен? Не согласен за убийство. Отречать не согласен за убийство. Отречать не согласен за... Только отречать согласен за... Да, нанесенный ответ на то, что мне нанесли удар. Так. За братаневство незаконное говорит. Так. Таким не удар. Так. Что и что? Ну, и что, не согласен. Не согласен. Не согласен. Так-то, а кто же убил? Кто же убил? Или там убил или там нанес такие смертельные повреждения. Кто? Я написал, что Зухта. Из рассказа бывшего обвиняемого Зухты после освобождения. О том, что нас били работники милиции, Жавнирович знал. Даже допускал в своем присутствии. Видя, что я не намерен признаваться, он говорил, ничего, заговоришь, у меня камни говорят. Такими черепами, как у тебя, я выслал в Минске. Целую площадь. Троих приговорили к 15-ти годам, одного к 8-ми, а сам изговорчивый Харсяка получил обещанное Михалом Кузьмичом два года. Когда газеты сообщили о приговоре, в редакции посыпались письма и звонки с возмущением, с требованием высшей меры. И дело уже шло к тому, чтобы внести протест. Но тут в Мозере случилась еще одна беда. 30 апреля 83-го года, 4 часа 15 минут, в милицию поступило радиосообщение патрульной машины от лейтенанта Мартиновича и сержанта Царенко. Заметили грузовик. На наш сигнал остановиться он увеличил скорость. 4.20, второе сообщение, машину преследуем. 4.30, машину задержали. У водителя нет документов. Что делать? Дежурный приказал доставить в милицию. Приказ выполнять было некому. 4.35, оба милиционера были убиты. Преступников взяли той же ночью, ведь номер машины был передан по радио еще в первом сообщении. Убийцами оказались Коновальчуки, семейная банда, три родных брата и двое сыновей одного из братьев. В ходе следствия был обнаружен у преступников пистолет, принадлежавший, как выяснилось, инспектору рыбнадзора, убитого вместе со следователем прокуратуры, два года назад на озере Большое Осовище. У Васи потом не сам. Каким образом он вчера вырвал с нами пистолет, каким образом он оказался в Талмару? Отец его хранил два года с закопанными, я не знал где. Ну а потом он, видимо, решил снести его. Потому что такие вещи нельзя, зачем ему хранить, не надо. Скажи, пожалуйста, пистолет держал в руках? Да. Номер там был? Не было уж. Я его держал буквально перед тем, как и закопать. А где номер делать? Не знаю. Скажем, не знаю. Вы подумайте, хорошо. Прежде чем отвечать, это сравнение совсем, это мелочь, но нужно, чтобы было правдиво даже показание. Номер уже был сточен. Так а кто его сдачил? Батька, наверное. не знаю. Какую? Да. Нет. 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 как вы ее душили руками за шею потом что вы с ней делали здесь вы поступить вот это вот канале дальше как развивались или может дальше еще как пояснить и как дальше развивается дюбну ножницами и ножницы были такие ну я задушил второй раз не душил никогда она начала вставать ножницы не выпали сумки когда она упалась кольнул это значит и вы ее положили в эту канал посчитали что сдавили она вдруг начало вставать и вы она сильно какая-то попалась на каком расстоянии вы от нее в это время были я уже хотел отвернулся а где эти ножницы оказались сумка рассыпалась они выпали у нее с портфеля здесь не деньги там были валялись там еще лучше вещи рассыпались не припоминаются какие это были ножницы на счету у михосевича 37 убитых женщин и только у одной был шанс остаться в живых к несчастью для нее уходя михосевич оглянулся после этого случая он покидая место преступления всегда завязывал вдавку на шее женщин сейчас эксперт криминалист лозгин использует металлоискатель бета целях определить место нахождения каких-либо металлических предметов может быть при останках трупа или металлических вставных зубов вот вместе сейчас где находится металлоискатель по пояснению эксперта криминалиста ощущается небольшой силы сигнал вот сейчас со следователем савельев савельевым мы держим виднеющуюся из воды часть трикотажной одежды с виднеющимися на ней тремя крупными зелеными пубрицами та часть которая внизу там глубже в мерзла в лед волоком давать без малого 15 лет разбойничал михосевич витебской области строго по одному и тому же ритуалу сперва душил свою жертву потом насиловал пока женщина была еще жива хоть и без сознания с трупом он дел не имел затем для надежности перевязывал горло своей жертвы прятал труп и только после этого грабил ценности и деньги оставлял себе а другие вещи или сжигал или бросал в воду спокойствие которое он сохранял и во время следствия и в ожидании суда а потом и смертной казни выдавала в нем человека сильного духом и заплакал один единственный раз во время суда когда рассказывал своей любимой девушке он был хороший семьянин работник всегда помогал родителям любил своих детей особенно дочку по воспоминаниям жены и одновременно хитрый и беспощадный зверь вполне объяснимое желание побыстрее избавиться от монстра и расстрелять убийцу но быть может гораздо важнее для нас было бы попытаться понять как в человеческой душе зарождается мысль я имею право казнить и миловать по собственному усмотрению будь то сексуальный маньяк или маньяк следователь 15 лет без наказанного разбоя доказывает что интеллект михосевича был куда выше способностей многих из тех кто должен был его разыскивать рассказывает когда перед судом михосевича знакомили с его уголовным делом он очень смеялся узнав о том что его убийство вешали на невиновных людей здравствует прогресс двадцатый век да здравствует электро человек владимир горелов из витебска был приговорен к 15 годам за убийство которое совершил михосевич через шесть лет ослеп и был выпущен из тюрьмы как не представляющий опасности когда посадили бросила жена сейчас живет один передвигаться по городу ему помогает собака поводырь я вам ребята расскажу за что я в лагере сижу я расскажу в школе попросили я был из общества изъят и вот теперь меня гнают в россии 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 хоть не работал я нигде но никогда не был в беде чужие меня выкормили жены мы их доили набега кафе и бары кабака пижоны 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 но раз замужиной женой я посвечался с ночевой я посадил загородной вилле николай орел 15 лет колонии строгого режима за убийство которое он не совершал отсидел семь лет и восемь месяцев пока не поймали михосевич тоже с годами вечно будет краше что скоро будет коммунизм и людям вреден параша 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 а еще посадили мимо в камеру там этих клопов ну я лично ни разу столько не видел нигде и вообще до тех пор я не знал что такое клопы ну там вот только мог спать когда это водой нары сольешь тогда ложись ну они разбегаются спонтарней лезут лезут по стенкам ну и так вот ляжут так они пока долезут до этого до потолка а потом все равно падают на тебя ну там этих клопов было не знаю как-то рассчитал где-то больше 300 насчитал мне надоело считать Виктор мацкевич сидел десять лет от звонка до звонка когда освободили боялся ехать домой а вдруг опять в посаде это милая прости и буду бить агадов очень крепко потому что воля дорога о дорога а на воле я бываю редко и вот меня привели когда в кабинет завели вот там начальник угрозыска был бссср фамилия не помню такой спортивного формы человек такой ну такой стройненький мужчина ну вот говорит я дал команду приказ так он заявил чтоб в течение трех месяцев найти преступника ну а Желнирович говорит что на него смотреть говорит у него морда бандита прямо так и заявил мне говорит он и в глаза люди мне смотрят ну их там человек пять-шесть и все вот так вот с такими репликами меня все внутри аж кипит ну что били так меня да действительно меня не били ну там если раза два отдали так это не били ну просто ну просто скорее всего меня запугали я сам не пойму потому что ну понимаете все таки двадцать лет жить хочется кончилась лагерная жизнь кончились мученья и страдания снова я вернулся к вам домой старички старички родные папа мама вы не почти милые мои что остался на всю жизнь с калекой что не нужен я щас никому а лис серой могиле на два метра 14 невиновных стали жертвами следственных и судебных ошибок один из них расстрелян сажал ведь не только жевнирович среди следователей и судей милиционеров и прокуроров было немало тех кто исповедовал мораль михала кузьмича был бы человек статью мы найдем когда завели уголовное дело на самого жевнировича он обиделся и стал возмущаться причем тут я ведь они все признавались сами виноваты как ни странно жевнирович очень легко добивался своего даже без физического насилия даже зная что идут под расстрел люди практически не сопротивлялись именно за это качество начальство считало его гениальным следователем да талант у михала кузьмича был он нюхом чуял рабскую душу обвиняемого и бил наверняка если ты сюда попал никто и ничто тебя уже не спасет в этом и состоял секрет гения нашего покорного человека десятилетиями никем и ничем не защищенного можно запросто гнать как барана на бойню злодей и его жертва стоили друг друга а а КОНЕЦ 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 в следующем соответствует действительному месту его обнаружения. Да, это было где-то в июне или августе 82-го года. Здесь был обнаружен труп Красовской, зарытый в землю, и прикрыт сверху был шалаш. Место показано обвиняемой, почти соответствует тому месту. Поскольку сейчас слой снега большой, конечно, конкретно попасть в одну точку очень трудно. Но это место это. Если вы говорите почти точно, значит, имеется в виду, что какое-то имеется расхождение. Ну, метр, два, три. Метр, два, три. Хорошо, спасибо. По этому месту. Почти точно. Почти точно. Ну, ты все правильно рассказал? Ну, все. Громче. Все. Я все, все рассказал. Рассказал чистосердечно, вот, и показал, действительно, ямку. Да, рассказал, показал, все. А вот такую форму напоминает, условно, конечно, эта ямка. Ну, с одной стороны, она немного шире, с одной стороны, а с второй идет на сужение. На сужение. А что, форму чего она напоминает? Ну, форму, форму гроба. Форму гроба. Ну. То есть форму тела человека, как-то. Да, в плечах шире. А здесь гроба же не было? Нет. Ты хотел сказать, что форму тела человека. Ну, форму тела человека, да. Да. Но оно действительно получается. Ну, что, пошли. По подозрению в убийстве Красовской был задержан инженер полоцкой сельхозтехники Евгений Блинов. Ему сразу же пообещали, что с допросов будут не выводить, а выносить. После чего он вынужден был написать заявление о явке с повинной. Но его все равно продержали в следственном изоляторе целый год. Жовнирович задумал повесить на Блинова еще несколько нераскрытых убийств женщин Витебской области. По логике Жовнировича, если признал одно убийство, признает еще несколько. Ему без разницы, а в прокуратуре слава. Эта задумка спасла Блинов жизнь. Следствие по его делу затянулось, а вскоре и сам Жовнирович стал обвиняемым. Из ухоловного дела по обвинению Жовнировича. По делу собраны доказательства, полностью подтверждающие совершение Жовнировича преступлений. Вместе с тем, он является инвалидом второй группы, участником войны, награжден орденами и медалями СССР. На него распространяются действия указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции. В связи с актом амнистии уголовное дело прекратить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вряд ли жертвы Жавнировича сочтут это справедливым. А с другой стороны, если, скажем, сажать таких, как Жавнирович, то для справедливости, надо бы сажать и всех ему подобных в нашей изуродованной жизни. Тюрем не хватит. Настолько все кругом пропитано беззаконием, снизу доверху. От бандю в подворотнях до тех жадных к власти, которые управляют государством, примерно так же, как Жавнирович вел следствие. Все до ужаса просто. Беззаконие, как радиация. Его вроде и не видать, но оно есть. Везде, во всем. Внутри людей. Оно калечит души и рождаются уроды. И пока одураченный в очередной раз народ ждет спасения от очередного вождя, возведенного на престол по случаю очередной революции, колесница беззакония все больше набирает скорость. Все громче хруст костей, все безнадежные вопли, отчаяние. И уже не разобрать, кто злодей, а кто жертва. Он ничего не говорит, этой рукой меня ударает, я сразу падаю туда. И он просто мне так как ударит, футбольный мячик. Я туда в киев полетела, а здесь трава была большая, и он мне ножом сюда. И он поднялся, и я поднялся. И так я смотрю глаза, говорю, чего ты хочешь? И он говорит, дай кошелек, у меня халат был. Я с халат выняла, отдала ему кошелек, он меня обратно ударает, и сюда в печень режет. Сюда в печень, я хватилась за нож, но черная рука у него была, такой складанная. Я даже нож запомнила. Черная рука складанная. И все это самое. И стала его просить, говорю, сынок, не режешь. У меня тоже трое, говорю, сыновей. Детятка, говорю, пусти меня, я жить хочу. Когда он на руку мою оторвал от ножа, я два раза крикнула. Он зажал мне рот. Так же зажал крепко, потому что я врусила немало. И он тогда поднялся, накрыл меня кофтой и говорит, Синица Городича, пиздец. Знаете, кулаком всовывать, не бить, а всовывать свой кулак мне в рот. Как кляп. Именно кулаком, а я ладонью закрываю. Нет, 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 нет. Именно кулак он пытался мне, как кляп, в рот этот. У меня были свернуты все челюсти. Но я продолжаю орать. Тогда он видит, что со мной ничего сделать нельзя, я не умираю. Он тогда стукнул меня вот сюда. Вот у меня еще тут след так и остался. Стукнул сюда. Но не то, что вот так кулаком, а именно вот так вот. Понимаете? Рванул эту сумку. Вот. И я еще проводила его глазами. Вы понимаете, он побежал вот так вот. Вот, с сумкой. Как зверь. Вот такой вот. Прыжками? Вот туда. Три прыжка его не стало. Вот по диагонали он туда побежал. То есть направо от тропинки как вышло? Да, направо от тропинки как я шла. Совершенно верно. Вот туда. Все. Я увидела, что его нету. Я вскочила. У меня болит все здесь. Все лицо болит. Я еще не чувствую ничего. Ничего я не знаю, что со мной произошло. Я собрала этот пакет. Пожалела, что эти гвоздики эти красные разорваны. Думаю, подберу на всякий случай ручки от сумки. Наклоняюсь, нож. Вот вы сблизились. Значит, вот покажите, пожалуйста, что произошло дальше. Ну, я как и шел. И сразу и нанес удар. Так вот. Я перчатки не снимала. Вот, значит, в перчатках взяла эти ручки от сумки, нож. И я вот так несколько шагов прошла. И я почувствовала, что по мне что-то по спине липкое течет. Я догадалась тогда, что такое этот нож обозначает. Его невеста любила белые гвоздики. А денег на подарок к 8 марта не было. 7 марта он взял нож и вышел погулять в пригородный лесок возле микрорайона «Восток» в Минске. Это было первое нападение. Сумочки жертвы оказалось около 40 рублей. На подарок хватило. 30 июня у него была свадьба. К этому времени он уже совершил 8 разбойных нападений. 4 из них в июне. Деньги, добытые в разбоях, выдавал как заработок, якобы полученный на мебельной фабрике, хотя он нигде не работал. В июле и августе в окрестностях Минска было затишье. Как-никак медовый месяц. Он не пытался раздеть вас или обнимать как-то? Нет. Сам так же не снимал с себя одежды, ничего. Ничего такого. Значит, продемонстрируйте сейчас, пожалуйста, как вы нанесли ей удар. Шагов никаких не слышала. И вдруг какой-то сзади притоп, вот такой укол моих ног. И одновременно удар кирпичом по голове. А как вы поняли, что кирпичом? Потому что я потом, когда встала, вижу две половинки кирпича кровавленные. И, значит, когда он удар кирпичом, кирпич упал, и он правой рукой зажал мне рот, чтобы я не кричала. А левой рукой давил вниз к земле. И я упала. И он, значит, я когда сняла сережку, он руку просунул между вот тут, вот так я на локте лежу, и просунул руку вот так. И я ему положила на руку эту сережку отстегнутую. А деньги есть? Я говорю, есть. Я быстро из сумки достала кошелек, в левой руке держу, отстегнула, положила ему, там, эти деньги, три пятерки и порублю. Положила ему, он тоже, он сережку убрал, и потом опять руку подставил, и опять ему положила это все. Вот. И потом он замедлил, вскочил быстро, так. Это все очень быстро произошло. Это пяти минут не было. Это все моментально. И потом он что сделал, это самое, ну, думаю, все. Да, и я ему в это время сказала, когда он думал, что он уйдет. Говорю, ну, а искать я тебе не буду, потому что, может, он уйдет, оставит меня хоть живую. Но после этого он взял, я не видел, все это делал за моей спиной, я его не видела. И, значит, давай ножом наносить мне удары. И в живот, первый взмах такой был, высоко поднятый. Нож блестел на солнце. Солнечно яркий день был такой, как сейчас. И начал удар в живот, потом по боку, потом чуть там за плащ, чуть приподнял. Конечно, он меня не мог поднять, тут бы все порвалось, конечно. Он, значит, и по спине ножом начал ударять. И все. И я так вот лежала. Потом осторожно ему захотелось торт взять. Вот так я лежу, а он из-за моей спины вытянулся вот так рукой. И вот так нагнулся, и достал торт. И побежал, и побежал туда. Я почувствовала шаги, топот. В ту сторону, назад. Откуда я шла? Вы догнали женщину, и она, вы сказали, обернулась. В половорота находилась к вам, да? Да, конечно. Значит, шампур уже был у вас в руке, да? В какой руке вы держали? Какой рукой вы носили? Правой, кажется. Правой рукой. Значит, продемонстрируйте, пожалуйста, куда вы нанесли первый удар. Вот это, как она проворачивалась, по-моему, так. Вот это вот так вот. Вот так, да? Вы сейчас указали на правую боковую поверхность живота. Вот где-то вот здесь. Вот правая боковая поверхность живота, да? Так. В сентябре кончился так называемый отпуск, и деньги тоже. Обманывать семью с каждым днем становилось все труднее. И 12 сентября он снова вышел на охоту. За 8 месяцев разбоя, с марта по ноябрь 90-го года, он совершил 18 нападений. Убил 9 женщин и одного мужчину. 7 женщин выжили после ранений. Одна вырвалась невредимой. Субтитры создавал DimaTorzok Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Казачонок Владимир Петрович. Вы немножко, пожалуйста, может погромче? Еще раз повторите. Казачонок Владимир Петрович. Казачонок Владимир Петрович. Поменялись уже так? Какой метод займешь сейчас? Любой. Поменяюсь так, так. Значит, занял крайнее место слева. Здесь, кстати, справа, вот так стоит. Приглашаем следующую потерпевшие. Будьте добры, позовите. Посмотрите, есть ли среди них кто, кого вы узнаете. Или похож хотя бы на таких, кого вы знаете. Они могут встать, повернуться, прийти сюда-сюда. Вот этот товарищ. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Ну, я бы сказала, что вот этот товарищ. Чем он похож? Ну, я не знаю, может быть. Не, вы знаете, что мне плохо делается. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Давайте вам сущим. Вы повернитесь в спину. Может быть, я ошибаюсь, понимаете? Я не знаю. Это было очень давно, уже год прошел. Пусядьте, пусядьте. Можно мне его поднять? Я хочу посмотреть. Ну, вы присядьте, вам же плохо. Вы немножко успокойтесь, не вы. Сейчас они встанут, повернутся, подожжатутся. Можно все так, чтобы вы не переживаете. И не переживайте. Постарайтесь сегодня не переживать. Можно я подойду ближе? Можно ближе подойти. Если еще ближе, можно? Можно еще ближе. Да, вы знаете, что я не знаю, вряд ли. Может быть, я ошибаюсь. Пусть он похож, очень похож. А чем? Что, не повернуется? Да, может, повернулись, пожалуйста. Ребята, повернитесь. Пройдите здесь, сколько шагов вперед, назад. Может быть, я ошибаюсь. Я не знаю. Нет, ну, хорошо. А еще мне надо, чтобы спиной повернулся. А, повернуется спиной, пожалуйста. Смотрите, на остальных ведь по закону трое предъявляются. Да, я понимаю. Поэтому. Ну, вы всех оцените. Сверхитесь по памяти. Ну, теперь пусть сядут. Садитесь. 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 Если вы не можете, не узнаете, так вы так и говорите? Или есть, есть кто похож? Что же? Вы не волнуетесь из-за того, что вы не можете кого-то узнать? Нет, я, понимаете, я вам говорю то, что, ну, очень сильно похож. Сейчас, конечно, это тяжело. Он родился в деревне Сгурск, Червенского района. В семье младший из пяти детей. Окончил училище по профессии краснодеревщика. Служил в армии. Несколько месяцев работал на тракторном заводе в Минске. Уволен за прогул. После ареста прошел судебно-психиатрическую экспертизу, признан вменяемым с некоторой патологией характера, замкнутость, склонность к существованию в мире собственных фантазий. Служил в армии. В общем-то, это кольцо. Ну, незнакомым. Подробно, за какую сумму? Незнакомым лицам я продал, ну, цыганской национальности были. Когда? Ну, в тот же день я продал. И где? Это на Ботанической улице. За сколько? Ну, это кольцо, я как помню, оно широко было. Я продал за 140, за 145 рублей. А вот по предыдущему преступлению, о котором мы давали показания ранее, как с теми вещами, ювелирными изделиями? Тот же, в этот же день вместе я продал все. К тому же покупатели людей? Разным лицам? Разным. Разным. И сколько выручили за те вещи? За терёжки сколько за кольцо? Примерная сумма, если точно не помню. Общая сумма где-то за это, за те. Я взял где-то, ну, около 350, по-моему. Таким образом, под номером 6, под номером 6 у нас располагается нож, который изъят на месте происшествия по нападению на гражданку Калечи с 7 марта 1990 года. Пригласите, пожалуйста, обвиняемого казачонка с конвоем. И он вот с той стороны будет. Вот сюда, сюда зайдите. Значит, Владимир Петрович, вот мы разложили на столе сколько? 2, 4, 6 ножей. Посмотрите, подойдите ближе, можете руками потрогать, подержать. Ближе не начнём просто. Пусть отсюда, если так, согласно вашим инструкциям. Значит, и скажите, есть ли среди этих вот предметов, ножей, тоже какой-нибудь нож, который вы по каким-то причинам, признакам можете опознать, или он вам что-то напоминает тех ножей, какие вам встречались? Под номером 6 этот нож. Какой нож? Под номером 6. Конечно, возьмите его, так, чтобы видно было. Какой нож? Вот этот, который... Я понимаю, а к чему он имеет отношение, под номером 6 этот нож? Вот этим ножом я напал на женщину, в общем, ударил её. Какой случай? Да, в первый случай. Если бы Владимир Казачонок сразу после своей свадьбы остановился и перестал убивать, жить бы ему и жить долгие годы. Вместо него был арестован и мог пойти под расстрел его тёзка. Владимир Дашкевич. Его задержали 12 августа 90-го года, якобы за бродяжничество. А на самом деле, по подозрению в убийстве пенсионерки в Воложинском районе. Через пару недель он уже брал на себя все бандитские нападения на женщин под Минском. Владимир Степанович, выведите, пожалуйста, на середине кабинета. Статисты встали, встаньте, пожалуйста. Владимир Степанович, пожалуйста, занимайте любое место. Да, пожалуйста. А? На том же месте. Ну вот вы только что сидели на том же месте, в принципе. Можно занять любое другое место, чтобы уже не было никаких претензий к работникам прокуратуры и органам милиции. Можно изменить. Прошу вас сюда, ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Поверните сначала к видеокамере. Полина Мартыновна. Да. Вы приглашены для участия в следственном действии. Оно называется предъявление личности для опознания. Вы сейчас расскажете, что с вами произошло. И после этого мы вам покажем троих молодых людей. И вы скажете, есть ли вреди этих молодых людей тот, который совершил против вас преступление или нет. Вы согласны? Согласны. Хорошо. Нет, еще давайте немножко отойдем вот сюда. Поверните. Здесь поверните. Полина Мартыновна, еще успеете на молодых людей посмотреть. Мы сейчас еще несколько... Нет, я несколько вопросиков вам позадаю. То есть, во-первых, я вас предупреждаю об ответственности за дачу ложных показаний. Таком закон. Полина Мартыновна, успокойтесь, пожалуйста. Вы еще успеете на молодых людей посмотреть. Значит, я смотрю, вас начинает трясти. Присядьте, Полина Мартыновна. Пока. Вам плохо? Вы еще из больницы? Ну, ничего. Присядьте. Полина Мартыновна, помните, когда с вами случилось? Помню. И только товарняк уже ровняется, он меня хватает вот здесь вот. Я отворачиваюсь и спрашиваю, чего ты хочешь? Я думаю, можно каждый день еду, иди. Он меня этой рукой ударает. Рукой я падаю в кувет. У этой руки, когда он меня догонял, был... Кувет правый, да? Да, правый. Был нож. Или финг, или нож. Но было что-то черное в руках его было. Он меня ударил, конечно, вы извините. Не, не надо, не надо. Вот, он меня ударил вот сюда. Не надо, не надо. Вот он ударил меня сюда. Поднялся он, и я поднялась. В ручь ударил вот так? Да. И он поднялся, и я поднялась. Он на меня говорит, отдай кошелек. Я вынимаю из кармана кошелек, отдаю ему кошелек. Вот, отдала ему кошелек. Он обратно меня этой рукой ударает, я обратно падаю. Он меня сюда, вот сюда. Второй, наверное. Да, второй, да. Я уже почувствовала, что мне больно, просто закрутил. Я стала просить, сыночек, не режь меня. Я вижу, он молодой, говорю, мне самой трое сыновей. И крикнула я. Крикнула я. Он меня разжегнул. Когда он закрыл, вот, мне воздуха не хватило, не было чем дыхать. Вот. И он мне кофтой накинул, и нецензурное слово сказал, конечно. Не надо, это цензурное слово не произносится. Не надо. Мы там записали. Он сказал. Вот, накрыл меня кофтой, и сам ушел. Ну что ж, Полина Мартыновна, теперь вы повернитесь, и постарайтесь на ней с добрым осмотреть. Позреваете вы кого-нибудь или нет? Если надо, чтобы встали, встану. Если надо, чтобы повернуться, повернуться. На тебе микрофон. Командуйте молодыми людьми. Хлопцы, поднимитеся. Повернитеся. Дотроньтесь. Не бойтесь. А ну что, не ударить? Да не ударить, ну что же звук от хлопцов. Ну-ка, повернись. А что, твой волос? Не так бы повернут, а так бы. Так, а так. Стоп с ней на ты. Полина Мартыновна. Тихо, 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 тихо. Ребята. Ребята, вы узнаете, да? А почему вы его узнаете? Почему это вам? Сядьте, ребята. Полина Мартыновна, а почему вы считаете это вам? Сядьте, сядьте, успокойтесь. Успокойтесь. Все, все, все. Мы его, если вы, не ошибаетесь, нет? Нет, я ошибаюсь. А почему узнаете? Успокойтесь, вас все трусят. Ну хорошо. Не надо, не надо, все, все, все. Скажите, почему это? По прическе я узнала. Да, и по этом костюме. А лицо запомнила? Вот, лицо запомнила я. Но лицо... Но лицо его немножко было дать, как-то больше загоревшее. Ну да. Хорошо. Хорошо. Ну ничего, ничего. Я его закрываю. Я руки трясутся у человека. Ну хорошо. Руки трясутся, показать. Я не на что. Спасибо, спасибо. Встаньте. Назовитесь. Владимир Степанович, вот вас гражданка потерпевшая опознала. Что вы можете сказать? Ну знаю я, что я опознала. Да. Она? Да. Садитесь. Полина Мартыновна. Все, все, все. Успокойтесь. Мы его поймали. Все отлично. Значит, следственное действие, видеозапись следственного действия в настоящий период, в настоящий момент. Все, 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 все. Прерывается. Сейчас мы запишем все это письменно. Успокойтесь, Полина Мартыновна. Видеозапись прокрутим, просмотрим. Когда дело Дашкевича перекочевало из городской в республиканскую прокуратуру, Владимир заявил новому следователю, что оговорил себя, что его заставили признаться в убийствах, которых он не совершал. Все, происшедшее с ним после ареста, будто списано со сценарием бывшего следователя Живнировича. Если, конечно, верить Дашкевичу на слово. Он рассказал, милиции пригрозили, что будут бить, если не напишу заявление о явке с повинной. Также говорили, что моя вина уже доказана экспертизами, что меня опознала потерпевшая, что я похож на фоторобот-убийцы, и мне деваться некуда. Перед каждым допросом меня снабжали информацией, а потом ввели в кабинет следователя, где я должен был повторить выученный урок. Где же это все произошло с этой гражданкой в Залесскре? Ну, где-то вот здесь. Вот здесь, или по эту сторону, или по ту сторону железной дороги? Нет, по этой. Почему по этой? Ну, из-за того, что там нет такого лесного массива. А я помню, что где-то был. Вот тут деревья были какие-то. Ну, что были деревья, да? Да. А можете нам указать место, Владимир Степанович, где непосредственно вы напали? Где-то близко. Где-то близко. Ну, вы посмотрите, вы помните это место? Оно близко было от моста, или нет? Близко было от моста. Близко. А конкретно место, чем-нибудь примечательное место нападения, можете его нам указать? Наподобие как. Потом, как события развивались? Ну, затем догнал ее, нанес несколько ударов ножом там. Так. Ну, она что-то крикнула. Дальше. Ну, затем отобрал сумочку там, вытащил деньги, небольшую сумку. Ну, и убежал в ту сторону. Убежали в сторону? В сторону Ленинского проспекта. Так. Что с ножом случилось? А нож там, по-моему, загнулся. Загнулся чуть-чуть. Но я его бросил где-то рядом около нее. И убежали? Да, и убежал. И здесь одновременно примета ножа? Вот такой светлый. Светлая ручка. Цветная, нецветная, простая? Цветная, с оранжевыми. С оранжевыми вставками, да? Клинок ножа какой? Какого металла? Из нержавейки. Из нержавейки. А цвет какой металл? Ну, блестящий. Блестящий. Вы сказали, что согнулся нож. Где конкретно согнулся нож? И что согнулся? Очень точно. По-моему, ну, в начале. Что в начале? В начале. Ручка, клинок. По-моему, клинок. Клинок. У меня больше всего гроза нет. При всех неприятностях, выпавших на долю Дашкевича, ему все-таки дважды улыбнуло счастье. Во-первых, Жамнирович уже был на пенсии. А Михал Кузьмич уже наверняка довел бы спектакль до конца. Во-вторых, в тот самый момент, когда перед Дашкевичем замаячила высшая мера, казачонок после медового месяца снова вышел на бандитскую тропу. И в милиции поняли, что истины убийца разгуливает на свободе. 11 ноября, в день своего рождения, возле деревни Луговая Слобода, на граните Минского и Пуховичского районов, казачонок наткнулся на милицейскую засаду. Его взяли с поличным, с тесаком, висевшим на шее под курткой. В этот день ему исполнилось 23 года. Впереди была вся жизнь. Прошу садиться. Судебное заседание продолжается. Подсудимый казачонок, встаньте. Вам предоставляется последнее слово. Можем? 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 Члены судебной коллегии. Да, я на предварительном следствии взял всю вину на себя, но после уже на судебном заседании я сказал другое, в общем, отрицал все. И это чистая правда, все, что я говорил на судебном заседании. Я знаю, что какой приговор мне будет, все равно я, в общем, не смогу доказать. То, что я сказал на судебном заседании, я хочу сказать, что я не виновен, никого я не убивал. Вы можете, конечно, сейчас вынести приговор в высшую меру наказания, но прошу вас все равно, хоть меня и казнят пусть. Но обратиться в какие-то инстанции, пусть все равно продолжит это следствие, это дело. Пусть я сейчас не могу доказать свою правоту, но я надеюсь, что время, время само за меня докажет, пусть хоть не через год, через пять, через двадцать лет. Как вы считаете себя невиновным, да? Никого я не убивал. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok